Мусоросжигающий завод тоже документальный? Тер-схемы, да, он предусмотрен. Нет, уже как бы всё, да, решение принято? Тер-схемы он предусмотрен. Решение принято? Территориальные схемы он предусмотрен. Очередная встреча не помогла наладить диалог между противниками мусоросжигательного завода и властью. На экскурсии, организованной с полкомом города, активистам показали работу мусоросортировочного комплекса. Здесь вручную отбирают то, что в дальнейшем может быть переработано и использовано. В отличие от сортировочной станции, мощность будущего мусороперерабатывающего комплекса будет в разы больше, а функционал шире. Там целый перечень мероприятий. Гранулирование пластика, переработка древесины, превращение в целлюлозу бумажных отходов и так далее, и так далее. Текстиль, определенные с ним процедуры должны происходить. То есть не говорится только о том, что вот собрали, куда-то свезли и сожгли. Нет, целый перечень мероприятий предусмотрен документом, официально утвержденным. Тем не менее, активисты остались недовольны итогами встречи. По их словам, ответом на все вопросы было то, что строительство мусоросжигательного завода просто необходимо. Впрочем, внедрение раздельного сбора мусора признают обе стороны. Все, что тут нам показывают, у нас возникает еще больше вопросов. На сегодняшний день мы не получили многие ответы и по тарифам, пытались нам сказать. Потом есть несоответствие информации о мусоросжигательном заводе. То есть это об том, сколько должен мусоросжигательный завод перерабатывать. Мы результатами сегодняшней поездки не удовлетворились. Надеемся, что в рамках следующих поездок нам будут предоставлены экономисты и экологи.